Очень важно, что нейроцентр построен именно на синергии этих технологий и на реальном их спросе в экономике. Действительно, можно сказать, что одновременно человек познаёт и возможности технологий, и себя одновременно. Повторение процессов живой природы в виде технических систем — это хорошо понятно детям. Со школы создаются программы обучения профессиям будущего и научные кванториумы с комплексами нано-, био-, инфокогнитивных и социо-гуманитарных лабораторий. Ну как вам дочь Путина под непонятной фамилией Тихонова Екатерина? Катя, кстати, это её настоящее имя. Другую дочь зовут Маша. Она до недавнего времени была замужем за миллионером Кириллом Шамаловым, сыном Николая Шамалова, давнего, очень близкого друга президента и акционера Банка России. Как известно по данным Bloomberg, в январе этого года, 2018-го, они развелись. Екатерина Путина родилась 31 августа 1986 года в ГДР во время службы её отца там, вернее это называется службы, на самом деле он занимался вопросами культуры. Сейчас она возглавляет проект Интерпрактика при Московском государственном университете. В рамках этого проекта она подписала контракты с несколькими крупными государственными организациями на сумму в несколько миллионов долларов. Хотя, по словам Путина, его дочери бизнесом не занимаются. Всё больше просвещением, медициной, врёт Путин всегда и обо всём. Ну, они не занимаются политикой, они не занимаются никаким крупным бизнесом, они занимаются наукой, образованием. Екатерина Тихонова в качестве дочери Путина упоминается в сообщении Министерства финансов США о введении очередных санкций против ближайшего окружения в апреле 2018 года. То есть она тоже попала в список. Сам Путин в декабре 2015-го на вопрос о том, является ли Екатерина Тихонова его дочерью, не подтвердил и не опроверг это сообщение, сославшись на соображение безопасности. В июне 2017 года Путин в очередной раз соврал, сказав, что обе дочери живут в Москве и что у него родился внук, что является неправдой. Вторая дочь Владимира Путина Мария, Мария Фасен, давно замужем за бизнесменом из Голландии Юритом Фасеном, проживает в Голландии. Её показывали в вестях в июле 2018 года, подписав субтитры Мария Воронцова. Как известно, обе девушки проживали и учились под другими фамилиями. Значит, одна Тихонова, другая Воронцова. У Марии Воронцовой, она же Мария Фасен, есть маленькая пятилетняя дочь. Зачем показывают в небольшом сюжете Екатерину Путину, непонятно. Показать, что она существует, что она работает, что она умеет разговаривать. Что это должно значить, если всё равно при этом её идентичность скрывают и не называют напрямую дочерью Путина. Вообще, все эти игры – это такая чушь, если разобраться. У всех остальных политиков известны имена их детей, где они работают, учатся, проживают. И нигде это давным-давно не составляет никакой тайны. И только всё, что касается Владимира Путина, покрыто мраком. У меня такое ощущение, что в последнее время вокруг Владимира Путина плетётся какая-то паутина, которая должна его окончательно окутать и уничтожить. Такое ощущение, что всё, что делается в последнее время вокруг Путина, ну, например, ему пишутся какие-то неправильные тексты. Никто не корригирует то, что он говорит и выдают это постоянно на большую публику, чтобы все изумлялись. Дедушка, дескать, с головой давно не дружит. Все эти странные нападения на украинские корабли и приказы непосредственно из Кремля, но не от Путина, а от других непонятных людей. В результате Путина прокатывают на саммите Г-20, его лишают встречи с Трампом. Теперь вот, понимая, что это будут обсуждать, показывают дочь Путина. К чему всё это? Я думаю, что мы становимся свидетелями начала транзита власти. Что-то начинает происходить в российской политике. Несмотря на то, что многие написали, дескать, операция «Приемница» стартовала. Нет, я думаю, что скорее наоборот. Его песенка спета, его хотят убрать любыми путями, давая ему понять, что больше его задницу никто не греть, не прикрывать не будет. Кому-то вся ситуация очень не нравится, и мне кажется, Путина подставляют. В очередной раз уже давно помимо его воли.